Всем привет дорогие друзья, меня зовут Лев, канал Лео ТВ. Продолжаем с вами проходить Дэйн Лайт. В прошлой серии мы отдали Курту все необходимые ингредиенты для того, чтобы он там какие-то уберахтунг-бомбы понадел. Пойдемте к Джафару. О, что там у него есть? Что у тебя? Кто-то, видимо, включил антенну. Мы получаем сигналы со всего города. Один от группы Хэнсона. Хэнсон отвечал за безопасность башни, но решил, что она слишком уязвима. Он хотел перебраться в новое место. Брэкену это, понятно, не понравилось. Тогда он и еще несколько человек ушли сами. Мы больше про них не слышали до сегодняшнего дня. Вот, послушай сам. Голос Шерефа. Вызывает Шереф из группы Хэнсона. У нас несчастный случай. Нужна помощь. Я не знаю, кто нас слушает, поэтому о деталях умолчу. Пожалуйста, поторопитесь. Потом запись повторяется. Брэкен знает? Да, сказал, что пока не узнает, в чем дело, не будет рисковать под паркурщиком. Я сам выберусь и выясню. Было бы здорово, Хэнсон свое дело знал. Не представляю, что у него могло пойти не так. Ну, пойдемте. Конечно. Забрали. Найдите группу Хэнсона в высотках. Опа, раз. А у нас еще набор ЧС, который мы не отдали. Но это не страшно, друзья мои. Совершенно не страшно. Я вообще... У меня вообще наполеоновские планы еще тяпнуть один набор ЧС. Прямо будет совершенно замечательно, если мы это сделаем. А мы это сделаем. Вот-вот, мрази. Мрази не дают покоя. Я даже бегу и примерно не знаю. Так, здесь что, вдруг молодежи бешеные спускаются? Нет? Вот, где-то здесь он. Футбол. Что? Собственно, досвидули. Мне нравится, с какой скоростью мы стали обыскивать. Очень мне это нравится. Крейн, это Курт. Бомба готова. Возвращайся. Ну, подожди, родной. Сейчас буду. Ага. Вот прям сейчас я буду. Вот прям вот-вот буду, да. Игра. Игра, имей совесть. Я настроился на отбор груза. Тихо, тихо, ждем. Давайте посмотрим вообще по карте, куда я бегу. А то я бегу как ненормально. А, ну тут недалеко, в принципе. Безопасная зона есть, вот. Это хорошо. О-о-о. Сейчас мрази прибегут. Ну, мы, я думаю... Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Я, короче, как-то неудачно. Типа спрятался. Вот засранца. А, вот она нормальная лестница. Он так подошел, да, практически тихо. Если бы не моя спецподготовка, я бы, конечно, его бы и не услышал. Но у нас везде есть глаза. Иногда. Не всегда, иногда. Давай, крейн. Вот. Ну, в чем проблема? Ты не можешь туда залезть, что ли? Ну-ка. Я правильно все сделал? Ну, по всей видимости, да. А что это за высотки? Это вот здесь, что ли? Интересно. Что-то как-то не особо похоже. Что это такое вообще? Флоресцетные грибы. Джафар, это крейн. Я у зданий снаружи все потоком. Джафар, знаю почерк. Так. Это он придумал электрические ловушки. Умел такие штуки делать. Так. Меня кто-то здесь безбожно чморит. Этот, который химозный. Да залезь, крейн. Ой, слушайте. Ну, это прям опасно уже становится. Вот серьезно. Что мне они предлагают, а? Мне вот очень интересно знать. Ой, 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 ой. Залезь, пожалуйста, крейн. Вот. Это они самые опасные, эти мрази. Так, а я провалился куда-то и, судя по всему, отсюда вылезу с какими-то проблемами. Вот так. Не, нормально. Так. Теперь надо посмотреть и отдышаться. Что здесь происходит вообще? Отключите генератор. Угу. Один справа. Один справа. Ну, я думаю, что так просто нам же его не даст никто отключить. Правильно? Вот. Это блевун? Да, это блевун. Да. Я что-то не пойму, где этот генерал. Подождите, надо посмотреть на карту. Что-то фигня какая-то. А, нет. Вот что это? Генератор. 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 То, что я все правильно делаю. Не-не-не-не-не. Все нормально. Это скорая помощь. Так, заманчиво. Опять мразотыш бежит. Так, ну мы на месте вроде, да? Так, придется отключить ток. Да ты посмотри, а. Сутбол. Вот так, отлично. Это радует. Теперь. Да пошел угло он отсюда. По-моему, он упал со здания. Дальше я не слышал, друзья. Они не дают посмотреть. Забрали. Один выключен. Включен. Так, пошли вон отсюда. Да пошли вон отсюда. Брази. Ну. Ключи подняли. А зачем нам эти ключи? Вы не знаете, друзья. Так, это говно мы облутали. Петарды спасают. Прям вообще. Я просрал диалог, конечно. Ну ладно, ничего. Да иди нахер отсюда. Крейн, почему ты такой дохлый, а? Чуть-чуть докоснулись, он уже бежать не может. Ну это смешно просто. Это здесь что ли? Да, это здесь. Давай. Он не идет? Так, здесь взлом. Давай, 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 давай. Вот, вот, вот. Ломаем. Ох, опасно. Ну, давай. Как же это легко? Это не легко все. Не успел я. Ну, это было ожидаемо. Чем этот мешок с говном пока отпрыгнет, который Крейн. Давай. Где это говно бешеное? Ну. Иди. Забираем. Вот это заберем? Отлично. Мне еще нужны будут петарды, я их сделаю. Хотя, наверное, я много трачу, ну ладно. Бежит она? Да, бежит. Иди сюда. Ты башкой сюда залезь, прям вот башкой. Давай, давай, давай. Не хочешь? Почему я не могу тебе футбол сделать? Интересно, три удара, они падают. И умирают. Удивительная, конечно. Механика у них. Их смерти. Даже не механика, а логика смерти. То есть, дубиной долбашешь ничего, три раза упала и умерла. Так. Кто? А, а это ты что ли? Ну, с тобой мы сейчас разберемся. Где это говно? Так. У меня оружка все. Чиним ее. Да ты посмотри, а. Крейн, убей уже, убей уже. Убей, убей. Это говно никак не сдохнет. Да ты посмотри, а. Сдох? Сколько вас? Ничего, 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 ничего. Оружие надо. Петарды я кидать не хочу. Я хочу оружием попользоваться. Это все? Нет, абсолютно. Ну, это готово, это радует. Вот Крейн, мешок с говном. Что там, 56 у нас? Сейчас разберемся. Они ушли? Не получается их коцать. О-о-о-о-о-о. Так, сейчас сперва вот это сделаем. Вот. Что там? Осмотрите окрестности. В смысле осмотреть окрестности? Так, это бешеный пришел, да? Так, а Миш похилиться надо. Да сдохни уже, мразь. Давай, Крейн, вот так. Еще одну. Да ты посмотри, сколько их. Я просто вообще даже боюсь думать о том, сколько они снимают хила на максимальном уровне сложности. Вот серьезно. Как хорошо, как мы быстро ищем. Окрестности это вот этот дом, да? Да. А что здесь надо посмотреть, увидеть? Генератор-то мы отключили. Хоть бы нас сориентировали, куда бежать надо. Чтоб просто было понятно. Там груз, что ли? Посмотрите окрестности. Замечательное задание. Вот так, значит. Хорошо. По трубам, значит. Ладно. Я думал, что они все здесь, что все трубы, которые здесь есть и предназначены для лазания, помечены желто-черным. Нет. Не всем. Тогда вот так, что ли? Так. Вообще замечательно, да? Охеренно, я б сказал. Бежит кто-то? Никто не бежит? Никто не бежит. Это я с какой стороны залазил туда? С какой стороны я туда залазил? Ну давай, Крейн, беги. И не беси. Отсюда? Да, вот отсюда. Это было на грани. Отсюда я могу куда-то залезть? Нет, не могу. То есть вот так я иду правильно. Больше отсюда лезть некуда. А как сюда тогда залезть? Наверх, повыше. Все. Как еще? Я не знаю, каким образом они предлагают залезть вот сюда наверх, но он не цепляется. Ну серьезно. Ну-ка. Давайте посмотрим еще раз. Нет, 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 нет. Он не цепляется. То есть только единственный вариант вот отсюда. А, нет, нормально, зацепился. Отлично. Я надеюсь, теперь это будет повыше уровнем. Сюда не лезет он? Да, а, все, понятно. Вон оно как. Ладно. Здесь есть, что? Есть. Чулки-палки. Долго я соображал. Долго, да. Так, это будет осмотр окрестностей. Повышение уровня ловкости. Давай посмотрим, что здесь. Это что такое? При правильном расчете времени удар на бегу наносит большой урон первому врагу. Кроме того, увеличивается дальность удара на бегу. Ну, такое себе. Используйте метательное оружие или фонарь, когда оглядываетесь во время ускорения. Это поможет остановить предследующих вас мутантов. Ну, их такое количество, что это вряд ли чем-то поможет. Удар в прыжке наносит большой урон. Оглушает врагов, которых вы перепрыгнули. Не знаю. Ударя во время скольжения, можно ломать ноги врагам. Используйте движение атакующих врагов, чтобы бросать их. Я не знаю, как этим пользоваться вообще. Совершенно нет у меня никакого понимания. Че прокачать, а? Че прокачать? Это явно мне не надо. Большой урон. А это? Давайте вот это сделаем. Мы не так часто ломаем ноги, но тем не менее. Опа! Ребята какие-то. Рация! Да, я слышу рацию. Домашние припасы. Здесь есть еще что-нибудь? Опа! Мальчики, девочки. Все мертвы. Это вот тут? Во, наверху. Записка. Давайте посмотрим. Коллекции. Какая там она была? 24-я? Да, вот она она. Дневник Хэнсона. День 6. Наконец, все на своих местах. Сегодня ясный погожий день, и все мы бездельничаем на крыше. Вокруг бродят кусаки, но я впервые в жизни точно знаю, что до нас они не доберутся. Все двери заперты, а единственный ключ у меня. Никаких косяков и проколов не будет. Я никогда не захлопну дверь. Оставшись без ключа, не потеряя ключ, не забуду код от замка. Я не идеален, но в плане безопасности мне можно доверять. Я всегда следую правилам и инструкциям. И буду им следовать, несмотря ни на что. Люди, которые присоединились ко мне, безоговорочно мне доверяют. Сначала кому-то не нравилось, что у них нет копий ключей. Но я объяснил им, что тот, кто сможет открыть эти двери, запросто может тебя убить. А поскольку он может убить и меня, то ключи будут только у меня. Либо вы мне доверяете, либо возвращаетесь в башню. Никто не ушел. Ой. Я очень доволен тем, как я все здесь устроил. Но мое главное достижение – электрическое ограждение, которым я окружил здание. Даже самые оголтелые прыгуны поджарятся за считанные секунды, если полезут на этот заборчик. Ток поступает от генератора, который работает от газопровода в здании. Так что без топлива мы не останемся. По соображениям безопасности, я дождался, пока закончится запас бензина. Теперь я спущусь вниз и переключу его на природный газ. И он будет работать вечно. Думаю, сегодня ночью я буду спать, как младенец. Впервые за много месяцев. Видит Бог, я это заслужил. А почему тогда они погибли? Что дальше? Что мне надо найти? Осмотрите окрестности. Я их нашел. Дальше что? Ой, игра, иногда ты такую лютую хрень предлагаешь, что хоть стой, хоть падай. Ну и? Что дальше? Вот они здесь жили, вот у них здесь белье стиралось. И что? Это рация, диктофон. Запись шерифа, это шериф. У нас нет другого выхода. Две недели назад Хэнсон упал с лесов, сразу после того, как включил систему защиты. Но теперь все здание потоком, и нам некуда деваться. На зов о помощи никто не откликнулся, все наши запасы закончились. Осталось только цианид, предусмотрительно захваченный Хэнсоном. Выбор у нас был невелик, и мы единогласно решились на это. Был еще вариант стать каннибалами, но тогда мы сами стали бы как зомби, только чуть умнее. Лучше уж так. Да и то сказать, не больно там мои умные, если позволили Хэнсону нас сюда завести. Спасибо, что нашел нас, незнакомец. Прости за беспорядок. Шериф Хасан. Они отравились. У них не было ключей. Тупо. Дефар, я нашел остальных, они мертвы. Покончили с собой. Почему? Что вообще случилось? Хэнсон включил систему защиты, а потом разбился насмерть. Вся его группа оказалась отрезанной на крыше, без шансов спуститься. У них кончилась еда и вода, а в итоге они выбрали легкую смерть. Они не могли спуститься в здание? Ключ был только у Хэнсона, он больше никому не доверял. Да, Хэнсон не верил никому. Жаль, что они поверили ему. Спасибо, что все выяснил, Крейн. Конец связи. Грустная, да, история, друзья? Очень грустная. Я не могу их назвать, конечно, мужественными, но... Пойдемте Курту, что ли. С собой покончили, охренеть. Нет, главное... Меня так радует задание. Осмотрите окрестности. Может, перевод кривой? Может, имелось в виду... Осмотрите крышу окрестности. Тут есть куда вообще прыгать? Ну-ка. Я живой? Я живой, вот это офигеть. Или я... Или все-таки 15 единиц у меня снялось? Вот фиг его знает. Ну, залезь, пожалуйста, Крейн. Ну, че ты как доктор? Одно лечишь, другое калечишь. Слушай, я с этого паркурщика балдею, если честно. То он сигает, то не может элементарный забор перепрыгнуть. И по камням перелезть. Разрабы, вы такие разрабы, вообще, логика у вас зашибись на 100 миллионов баллов. Ну, залезь, Крейн, тоже не можешь. А, залез, да ладно, серьезно? А вот и газовые трубы. Вот, мы по ним и пойдем. Аккуратно. Хороший, да, мы себе путь нашли? Что там? Груз? Или опять этот? А, хрен его знает. Это не груз, точно, совершенно. Боец Раиса? Ну. Фигня у него. Там. А не боец. Они что-то меня там кидают, да? Я считаю, что мы хорошо вышли. По трубам так безопасно, да. Теперь сюда. Это мы куда идем? Ну, это к Курту, но Курт же не здесь. Курт явно не здесь, конечно. Здесь школа, где был политический кидок знаменитый. Вот, он вот здесь, за мостом. Я уже типа ориентируюсь, да, тут. Ну, я молодец. Что я могу сказать? Ух ты, Крэйн, ты зацепился? Да ладно. Ты меня радуешь. Давай, давай. Будь мужиком, не будь говном. Я вообще молодец. Я спрыгнул, даже не посмотрел, куда. Прикольно, да? Упал, ноги поломал, перебинтовался и побежал дальше. Сюда, да? Курт, шмурт. Отсюда не могу я к тебе дойти, да? Ну? Бомба готова? Пока что опытный образец, он на столе, готов к испытаниям. Неподалеку есть забаррикадированный туннель. Днем в нем кишат прыгуны, но ночью все должно быть чисто. Лучшего места для испытания бомбы не придумаешь. Я смотрю, ладно, я смотрю туннель и сообщу, что там и где. Помни о взрыв пакетах. Бомба взорвется, как только они закончат искриться. К тому времени тебе надо убраться из туннеля. Удачи. Угу. Ну, хорошо. Инвентарь, чертежи. Так, аптечка. О, 15 аптечек можем сделать. Это вообще шикарно. Еще. Почему не дает возможности выбрать количество аптечек? Зачем это все по разу цедить? Вот я не понимаю. Очень неудобно это. Да, согласитесь, друзья. Неудобно. У нас их 15. Я бы очень хотел... Почему он сейчас... Пишет мне, чтобы я вернулся в курт. Я ушел от него. Смотрите, он... Задание мне почему-то не засчитывает. А почему? Так, у этого что-нибудь есть деятеля? Тысяча баксов. Хорошо. Я к курту вернулся. Игра. Засчитай мне квест. А, стоп. Надо же бомбу взять. Он сказал, что она где-то на столе там лежит. На каком она столе, курт? Скажи мне, пожалуйста. Вот, 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 вот. Это что, чертеж? Сварщик. Что за сварщик? Вот это она. Бомба курта. Ночью заложите бомбу в тоннель. Ночью? Да вы подкалываете, что ли? Пойдемте в башню. Поговорим теперь... С брекеном о смерти Рахима. Братья и сестры. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, торгаш здесь был, друзья мои. Я, честно говоря, и не помню. По-моему, не было здесь торгаша. Ну ладно, у нас в башне есть, поэтому... Поторгуем там. Не страшно. Что ты, что ты делаешь, Крейн? Да, 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 обязательно. Я вот вышел, чтобы ты меня сожрал, прикинь. А вот и наша башенка, да. А вот и наша башенка. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, че, здесь одышимся? Нормально. Давайте попробуем Ноги поломали Ноги поломал я кому-нибудь из них? Давайте посмотрим Мне просто интересно Подождите, я же себе эту способность прокачал Подождите, подождите Поломал я ему ноги? А он упал, когда меня увидел Какая прелесть Какая прелесть О, там опять Вылез Это наша чудесная башенка Да, это наша чудесная башенка Там бежит этот бешеный Ну где ты? Где ты, где ты, где ты? О, иди сюда Где у разрабов логика? Скажите мне, пожалуйста Я ему два раза дал ногой Один разбитый, потом еще один разбитый И он после этого только помер До этого я его три раза пнул Он упал вот с такой высоты, вот с небольшой И тоже умер Ты кто? Что ты здесь делаешь? Копаю червей для рыбалки, конечно Что тут еще делать? Ну да Огласить весь список? Нет Пусти меня на рыбалку Я Амар босс И если ты отведешь меня к моему секретному рыбному месту Я дам тебе кое-что Мне совсем не нужно Тебе весьма полезное По рукам Но это не сейчас Амар Подожди пока Родной, не сейчас Я вернусь Поговорю с Брэйкином И проведу тебя на рыбалку Лоп, 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 лоп Давно я не был здесь в башне Так Ну, пойдемте к кладовщику Сколько он нам? 9000 дал Нормально Что у тебя есть? Мясницкий нож 73 Слабо Ну зато у нас снабжает регулярно Что нам в принципе жаловаться Хотя можно было хилку не тратить Потому что мы могли здесь поспать А потом бы у нас хилка бы восстановилась Брэйкин Как он умер? Я убил его Он обратился Клянусь, у меня не было выбора Слушай, он был моим другом Лучшим другом Я знаю, я знаю Он меня до белого коленя доводил Но я любил его как сына Мой друг умер Мой брат умер Я ему поверил Я доверил ему взрывчатку Если бы он не оставил его там Возможно он был бы жив Опа О нет Джейд Стой Черт возьми Дай Дай ей время Ей надо смириться Что? Зеро, черт Спускайся Не дай им его схватить Че там? Что они хотят от Зеро? Там наверняка эти мудили рейсовские Беспредельничают Тихо, 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 тихо Фонарик где? Да Лезь пожалуйста Да что с тобой происходит? Я не понимаю Сейчас я разберусь с ними Так у меня свет сейчас горит Все нихрена не видно Ну здорово А, значит я не ошибся Все таки У них огнестрел Где ты? А че наступает ночь? Я практически в безопасном месте По чуть-чуть По чуть-чуть Не-не-не-не-не Родная Ты пролетаешь Все? Ёлки-палки Я просрал патроны Да? Ну компенсировал вроде Найдите доктора Зеро Что здесь? 107 Неплохо Очень-очень неплохо Нет, не это Вот это Здесь 43 Винтовка мне это не нужна Обыскиваем Зря я конечно на них потратил Зря Можно было подраться Нормально Ну ладно Потому что я уже неоднократно говорил о том Что Бой на руках Здесь рукопашка Мое почтение Так Это где-то вот здесь получается Забежала? Нет? Нет Не забежала Малик Там никого нет Они забрали Зеро И укатили А голос был бодрый И Найдите доктора Зеро Черт Брэкен Зеро похитили Трейлер горит Проклятие Вот что происходит Если тронуть Раиса Не стоило лезть в ту школу Наши ребята заметили толпу бандитов На пути к штабу Раиса Наверное туда забрали Зеро Ты пойдешь туда найдешь И вывернешь сюда живем Слышишь? Спасите Зеро Нифига себе События у нас развиваются Но с другой стороны Брэкен же прав Мы Полезли на территорию Раиса И За это нам Практически отомстили Может они поэтому Его похитили Ладно В любом случае Мотивы мы выясним Но это уже будет Дорогие друзья В следующей серии Подождите Стоп Сейчас давайте я отсюда Пойду в безопасную зону Куда бежать? Куда бежать? Я убегу от них? А? Да по идее должен Пожалуйста Крейн Не обосрись только Давай 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 Все Юх О это был ужас Тихий просто Мы спаслись И нам сразу дали 62 очка ловкости За то что мы так Обосрамше перебрались Так пойдемте найдем Торгаша Блейк А что он хочет? Эй видишь из того дома Красный дым валит Если его заметят люди Раиса Они туда непременно вломятся Парню надо предупредить У меня сейчас и так Забот хватает Но я подумаю над этим Так Щоп-жоп Пойдемте в щоп-жоп Поменяйтесь Продать Продать все ценности 500 бакинских Купить Так Силовой кабель Марля-марля Стоп Стрелы мне не нужны Винтовочный патрон Конечно Ружейный патрон Давайте возьмем Все купим Тоже Нет Это мне не надо Отлично Крейн торопись Его нужно вернуть Да подожди Брекин Вот теперь Между нас со зрителями Попрощаться и так Друзья Вот теперь Мы серию закончим Вроде как укомплектовались Рассортируем все в следующий Ссылкам на плейлист В описании под видео Подписывайтесь на канал На паблик На инстаграм Ставьте лайки Пишите комментарии Жмите колокольчик Всем до новых встреч И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok